Обычный будний день и вроде бы ничего не предвещало беды. Как вдруг эвакуация, оцепление и вызов правоохранительных органов. В кафе спортивного парка отдыха имени героя России Ларисы Лазутиной обнаружена бомба, вернее муляж взрывного устройства. Выглядит он натурально и угрожающе. Реакция охранных ведомств парка незамедлительно. Сергей Александрович, я обнаружил подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство. Значит, действуем согласно инструкции при обнаружении необходимого взрывного устройства. Сейчас звонишь в службу ИДДС-112, я произвожу эвакуацию людей из здания. Вызов полиции, хоть и в учебных целях, производится тоже оперативно. У нас идет учебная тревога по обнаружению подозрительного предмета на взрывное вещество. Посетители парка и работников эвакуируют на отдаленное безопасное расстояние. Тем временем начинается ответственная работа специальных и экстренных служб. При обнаружении взрывного устройства особое значение имеет слаженность в действиях кинологических служб. И здесь немаловажную роль играет реакция собаки. Если бы была взрывчатка, то собака бы заняла позу сигнальную. Сигнальная поза – это у нас посадка собаки. То есть собака садится вот таким образом. Да, Варь? Вот она. Подозрительный предмет обнаружен и обезврежен. Английский кокер-спаниель по кличке Варя справился со своей работой на твердую пятерку. А правоохранители быстро и грамотно отреагировали. Хочется также поблагодарить за слаженную работу. Ну, как говорят сотрудники паркнет-органов, все прошло на удовлетворительном. Есть, конечно, небольшие, может быть, недочеты. Учтем. В спортивном парке отдыха учения по антитеррору проходили впервые. В дальнейшем такие тренировочные мероприятия планируется проводить на регулярной основе. Анна Пряхина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.